Город Керкера, столица одноименного острова Греции Керкера. В России почему-то принято называть этот остров Корфу. Город древний, считается, что он основан практически 3000 лет назад греческими колонистами из Каринфа. За это время кто только не подсягал на независимость этого острова. И византийцы, и римляне, и готы, и венецианцы, и турки, и французы, и англичане. А вот здесь смотрите, какое чудовище мы обнаружили. Даже два чудовища. Что такое за ящерица? Одни маленькие ящерицы. Вы знаете, они длиной порядка 30-35, а то и все 40 см. И выглядят как доисторические ящерицы, как маленькие крокодилы. Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Что делают с этими памятниками? Кто, что трюк, трюк. Кто руки, кто ноги, кто носы. Что они хотят этим добиться, абсолютно непонятно. Итак, мы прибыли в самое интересное место старого города. К старой крепости. В городе две крепости. Одна называется старая, одна называется новая. Мы почитали про новую крепость, которую построили венецианцы. Но она нас не очень привлекла. И мы решили посвятить большую часть времени старой крепости. Называется она Палеофрурио. Эта крепость построена, в основном построена в 16 веке. Но самая первая крепость была построена еще 800 лет до этого. Крепость огромная, стоит на острове. Остров он искусственный. То есть это раньше был полуостров, а потом во времена Византии был прокопан канал искусственный. То есть вот он, сейчас видите его, как речка такая, где лодочки стоят. И этот полуостров стал островом и разделялся он, как это и принято во всех средневековых крепостях, подъемным мостом на цепях. То есть попасть на этот остров крепость можно было только, когда мост опущен. И вообще остров стоит на реальной, настоящей скале. То есть это не вот крепость такая высокая, вот видите, впереди. Это скалы. Причем, что интересно, эти скалы были отполированы таким образом, чтобы даже человек не мог подняться на эти скалы. Очень красивый вид на марину, где стоят яхты. Как Алла это называет цветы? Глициния? Да, это, наверное, глициния. Наша любимая глициния. Она везде нас тут в Греции преследует. И в Хорватии, и в Черногории. Да, и очень мы любим это растение. Она невероятно яркая, красивая. Но единственное, что очень сильно пахучая. Мы начинаем подъем на скалу, на крепость старую. Ступеньки крутые, и они разного размера. Поэтому, когда будете подниматься, поднимайтесь очень осторожно. Можно легко спотыкнуться. Мы привыкли, что все ступеньки одинакового размера, одинаковой длины. А здесь все сделано по-другому. Как нам объяснили, например, в Китае, на китайской стене знаменитой, все это сделано специально, чтобы воины, которые служат на этой крепости, они постепенно учатся бежать и двигаться по разноуровневым ступеням. А когда неприятель, который об этом не знает, врывается в крепость, он, конечно же, падает, спотыкается, потому что для него непривычно, что одна ступенька 10 сантиметров, следующая 30 сантиметров, и так далее, и тому подобное. А это вот символ наших путешествий с Аллой Кошкой, наши ноги по дорожке. Вообще, у нас к вам просьба, дорогие зрители. Может быть, поможете нам. Нам нужна какая-то фишка, нам нужно что-то придумать такое вот для нас, для Владимира, Кота и Аллы Кошки. Что-то такое вот. Мы пытаемся что-то придумать, внести какое-то разнообразие в наши путешествия, что-то сделать, как-то отличаться от других. Вот мы делаем вот эти вот свои ноги. Может быть, у вас есть какие-то предложения, мы с удовольствием их рассмотрим. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Такие мощные орудия стоят. Представляете, вот этим орудием 300 лет. Представляете, какая прям вызывает такое вот ощущение мощи. Там ядра, вон, тут даже 400 лет пушки. 450, это вот мортира. Там ядра весом по полтонны. Невероятные орудия. Вы знаете, вот если у вас есть в семье мальчик, мне кажется, очень ему интересно будет в этой крепости. И вообще, я считаю, что мальчиков, конечно же, должны привлекать и пушки, и крепости, и оружие. Ну, такая порода мужская, которая еще с древних времен. То есть мальчик это и защитник, и солдат, мальчик это и охотник. И, конечно же, если ваш мальчик играет в куклы, то, мне кажется, это что-то не очень правильно. Поэтому ведите его на крепость, пусть он полазит по ядрам, пусть попрыгает по пушкам. Лично у меня, как уже мальчика старого, все крепости вызывают очень такое приятное ощущение. Я представляю, как здесь сражались люди, как строили эти крепости. Нет, а я девочка, и мне тоже очень даже крепости нравятся. Ну да, а ты ненормальная девочка, да, ты постоянно тянешь меня в эти крепости. В крепости, да. Ненормальная девочка. А вот вы сейчас видели вдали новую крепость, о которой я говорил. Там буквально еще недавно стоял греческий гарнизон. Ну, вот, а лакошка какая-то впала в эйфорию. Нет, здесь такой вид просто потрясающий, красивый, такой простор. Здесь море, здесь город. Ну, ты идешь на крепость не потому, что это крепость. Я-то крепость рассматриваю именно как военное сооружение. А ты рассматриваешь крепость как место, откуда будет красивый вид на город. А вид очень красивый. Было тепло, градусов по 30, теплый ветерок, просто очарование. Вот такая интересная церковь Святого Георгия. Мы покидаем крепость, довольные, счастливые. И отправляемся гулять по древнему-древнему городу Киркира. Вон дали показался корабль. Лайнер круизный. Я когда приблизил видеокамеры, то увидел, что это МСК. Не знаю, как правильно читать. Но это круизный лайнер из той же компании, на которой мы совершили наш круиз в январе. Кстати, кто не видел, посмотрите. Очень интересно. А этому мужику мы просто обзавидовались. Какая жара была. После старой крепости мы зашли в такой городской парк. Он находится возле дворца. Название не помню. Сейчас мы чуть подальше, если вспомним, скажем вам, один из старых дворцов. Вот он вдали, там колонной. Вы видите его. Очень красивый парк. Находится прямо на берегу моря. Вдали виден порт, где стоят большие круизные лайнеры. Такая штука интересная. Камни, насаженные на палки. Здесь вся земля усыпана лепестками цветов. Мы потом подойдем поближе и посмотрим, что это за цветы такие. А вот круизный лайнер заходит в порт. Он, кстати, не такой уж и большой этот лайнер. Так вот, если на скидку сказать, наш лайнер, на котором мы плавали в январе, был в два, а может быть даже в три раза больше по размеру. А здесь внизу, под стенами, можно увидеть городской пляж. И местные жители с большим удовольствием здесь купаются. А мы им так завидовали. Мы, к сожалению, не планировали сегодня купаться в море. Вот сейчас здесь в городе. И вообще как-то считается, что в столице, в городе, какое может быть купание. А что интересно, здесь люди купаются. Для нас это, например, удивительно очень. И прям порт, корабли, катера ходят, а люди купаются. Нет, ну вода просто очень чистая. Вода чистейшая. Мы обзавидовались, просто обзавидовались. А нам уже жарко было. Да, жарко, конечно. Мы обзавидовались, что мы не взяли с собой купальники. Поэтому, кто из вас поедет в Керкеру на экскурсию, берите с собой полотенчик, купальники. Здесь вполне. Прямо вот здесь, видите, под старой крепостью можно великолепно искупаться. Смотрите, какая лестница интересная. Обалденная. Просто сделана из металла. Это же сколько трудов. Сколько вот этих спиралей, штук 10-12. Можно спуститься прямо на пляж. А вот вот эти деревья, с которых сыпятся вот эти лепестки. И такое вот ощущение, как, знаете, иногда будет возле ЗАГСов, когда пара за парами уходит, бросает лепестки, и вся мостовая, весь тротуар усыпан лепестками. Вот так и здесь было. Очень красиво. А вот это дворец святого Михаила и святого Георгия. По-моему, здесь какой-то музей сейчас в этом дворце. Да, не помнишь? Да, там музей. Что-то было написано, что какой-то музей, по-моему, даже картинная галерея. Но мы не пошли, у нас не было таких планов. Мы решили просто побродить по улочкам древние керкеры. Цель у нас была, в принципе, на этот момент одна. Церковь святого Спиридона. Святой Спиридон Тримийфунский, так, если правильно я говорю, он является защитником всего острова Корфу. По преданиям, он четыре раза спасал остров от голода, дважды от страшной чумы и даже от турецких захватчиков. И, знаете, есть такое интересное обычае у местных. Они, когда хотят выразить какую-то свою благодарность или поклясться, они клянутся именем святого Спиридона. Это считается одной из богатейших церквей острова Корфу и города Керкера. Но это не кафедральный собор. Ну, здесь, как всегда, огромное количество лавочек, магазинов, где вы можете купить какие-то сувенирчики, отвезти домой. Мы обычно, обычно мы берем тарелочки с номинованием или города, или в данной ситуации острова Корфу. Ну, у нас такая старая, старая такой дома обычай, который мы вот как лет 20 назад начали путешествовать, так мы и начали покупать тарелочки. Сначала Алла покупала тарелочки чуть ли не из каждого города, где мы были. Потом у нас дома стали рушиться стены. Да, и мы стали брать, решили уже лет 5-7 назад, решили брать одну тарелку. Из страны. Да, даже не из страны, а вот за все путешествия. Вот мы где-то какой-то регион берем, например, Италия или Греция. И вот этот регион берем одну единственную тарелочку. Но все равно я не удерживаюсь, я все равно покупаю еще одну. Одну. Да, но стало в меньшем размере. Да нет, одну, одну. Последние несколько лет одну. И у нас уже некуда их вешать, честное слово. У нас все стены вешаны на тарелочке, их несколько сотен. И каждый раз, когда мы приезжаем, Алла вручает мне тарелочку, говорит, иди вешай. Я беру молоток, гвоздик, подхожу к стенке. Ну, у нас дом деревянный. Ну, нет, дело не в том, что тяжело прибить гвоздик, а в том, что некуда, места нет. Понимаете? Посмотрите, какое вообще потрясающее растение. Я не знаю, что это за растение, но я первый раз в жизни такое растение увидел, если не ошибаюсь, в Египте. А я в Испании. В Испании, да, а я в Египте. И они вот меня всегда поражают яркостью цветов, а лепестки жесткие, как будто бы сделаны из пластмассы. Церковь Святого Спиридона была одной из основных целей нашей прогулки по городу Керкера. Это православный храм Керкерской митрополии, а святитель Спиридон Триммифолдский считается главным святым острова Корфу и покровителем острова. Фильм этот совсем небольшой, это эпизод фильма о городе Керкера. Я говорить много не буду, все постараюсь написать в комментариях под фильмом, рассказать и о храме, и о святом. Наша главная цель здесь была помолиться, поставить свечку за наших соседей, у которых болеет в настоящий момент ребенок. Говорят, что святой Спиридон очень сильный святой и помогает всем страждущим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А мы с вами продолжаем гулять по столице острова Корфу, городу Керкера. Вот такие узкие улочки в старом городе, в которых легко очень заблудиться, и потрясающие деревья. Может быть, знает кто, что это за деревья, когда целое дерево потрясающей красоты колокольчиков. А это какая-то интересная ротонда. Вы знаете, что интересно, я только прочитал, что оказывается, под этой ротондой, под этим памятником, находятся резервуары воды древней. Ну, примерно, если кто знает, в Стамбуле есть такие резервуары, так и оказывается, и здесь есть такие. Мы гуляли, вышли опять к берегу моря, к старой крепости, вроде бы голубое небо, и вдруг, неожиданно, как долбануло, загремело, загрохотало, полил дождь проливной. Просто было настолько неожиданно, мы успели заскочить в какое-то летнее кафе, в котором не было даже крыши. То есть была, ну, такая, как эта палатка, или как большой зонт, сказать, да. Этот зонт в некоторых местах пропускал воду. Все столы были залиты, официанты даже не успели убрать ни бокал, ни салфетки, ничего. А некоторые сидели, им зашиворот лилось, народ смеялся, ну, было тепло. Нет, ну, все были довольны, веселые, и нам тоже было хорошо, хоть мы были уже все мокрые. Ну, ничего страшного, мы взяли по стаканчику кофе, по крошечке кофе. Смотрите, кстати, особенность греческого кофе. Вы заказываете просто кофе, но вам обязательно принесут стакан воды. У них так принято. Дождик закончился так же мгновенно, как и начался, и мы отправились гулять дальше. Ну, Алла, кошка, она сумасшедший ребенок, она и была и в детстве такой. Нет, а мне так захотелось, как он в детстве в лужу побегать. Ну, лужа-то тепленькая была, классно. А я жутко завидовал, потому что, ну, я взрослый мужчина, ну, как я могу залезть в лужу? Я же не могу. А эта бабушка маленькая, ее до сих пор все думают, что ей 16 лет. Да, поэтому ей легко было снять свои ботиночки и погулять. А мы сели в машину и отправились дальше, путешествовали по городу Керкера на юг, на южную часть. Нам понравились вот эти фотографии, мы где-то видели возле маяка. И решили съездить, посмотреть, что это такое. Приехали, а время уже было обеденное, ну, не помню сколько, может, 3-4 часа было, вот так вот. И мы решили скушать бутерброды, которые у нас были с собой. Взяли, по-моему, чай, вот, достали бутерброды, которые у нас были с собой, и выпили бодро за вас, наши дорогие зрители. Вот такой вид отсюда, с этого места через залив на старую крепость. А тут маяк, и возле этого маяка оказался потрясающий, интересный пляж. И вот видно было, что купаются здесь именно местные жители. Вода чистейшая, камни, вот эта площадка возле маяка нагревается солнцем. И так они здорово купались, и мы прям переругались все, потому что Алла говорила, пойдем купаться, ну, пойдем искупаемся. А я-то понимал, что нам нужно двигаться дальше. А вот эта группа женщин меня почему-то напомнила пионерский лагерь Артек. Все в одинаковых шапочках, и они кружочком плавали и болтали. А сейчас, мои дорогие зрители, мы с вами отправляемся в очень интересное место, так называемое открыточное место острова Корфу и города Керкера. Рядом с аэропортом, международным островом Корфу, находится монастырь Влахерна и маленький островок Понтикониси, что в переводе с греческого обозначает мышиный остров. Ну, для начала расскажу вам немножко о монастыре Пресвятой Богородице Влахеронской. Вот вы сейчас его видите. А он там справа, весь такой зеленый, это как раз вот мышиный остров. Туда мы чуть позже поедем с вами на катере. А вот на этой дамбе сидят люди, которые ждут появления самолета и делают фотографии пролетающего самолета, который на очень низкой высоте, прямо над головой, как правило, садится. Ну, наверное, иногда и взлетает. Монастырь очень маленький. Считается, это женский монастырь. Кстати, на острове Корфу, острове Керкера, есть еще и мужской монастырь с подобным названием. Тоже Богородице Влахеронской. Здесь просто царство спящих кошек. Есть небольшая такая старая собака, которая тоже вечно спит и играет с кошками. В этом монастыре, очень известной в Греции, находится чудотворная икона Влахеронской Божьей Матери. Сюда приезжают не только туристы, но и паломники. И здесь даже проводят обряды венчания, потому что очень красивое место. Ну, а видите, как самолеты здесь разворачиваются, и на очень короткой взлетной полосе аэропорта Корфу взлетают и садятся. Дорогие мои зрители, сейчас я хочу вам рассказать о так называемом мышинном острове. Греки говорят Понтиконисси. Чтобы добраться до этого острова, в отличие от предыдущего, которым ведет дорожка сухопутная, надо воспользоваться катером. Стоимость билета 2,5 евро. Катер отходит по мере наполняемости. Вот нас было 3 человека, и это было уже достаточно, чтобы катер поехал. Ехать недалеко. Там буквально, вон, остров, видите, зеленый вдали. Ну, не знаю, сколько, 3 минуты. Я не засекал, может быть, 5 минут, так, не торопясь. Замечательная водная прогулка. Мы обожаем такие виды прогулок. Что такое этот остров? На этом острове еще в далекие-далекие средние века, там где-то, по-моему, читал в 12-м, что ли, веке, был построен этот монастырь и этот храм. Старинная церквушка, еще византийская, посвященная Пантократору, Вседержателю. Кстати, согласно преданиям греческим, а вы знаете, что у них их много, очень много, они всю свою жизнь расписывают старыми преданиями. Так вот, согласно преданиям Гомера, изложенного в его Одиссеи, этот остров раньше был кораблем, который бог Морей Посейдон превратил в скалу. И именно на этом корабле, на Корфу, прибыл Одиссей. Место здесь очень красивое, не случайно, именно в этом месте Одиссей, когда его волна выбросила на берег, и встретил дочь царя Алкиноя Навсикаю, и сразу влюбился в нее. Здесь также над головой пролетают самолеты, которые заходят на посадку в международный аэропорт. Хозяин этого острова, вот эта милая собачка, которая очень строго смотрела на нас, и даже было иногда ощущение, что она, в общем-то, готова цапнуть тебя за ногу, если ты будешь себя вести здесь непристойно. Остров очень милый, очень зеленый, настолько классный, обаятельный. Вокруг видны отели острова Корфу. И если бы вот на этом острове, ну, если это, конечно, было бы возможно, был бы маленький отель, мы бы с удовольствием в этом отеле переночевали. Да даже без отеля можно было, если бы это разрешалось, положить где-нибудь спальный мешок и провести здесь ночь, смотря на звезды и на пролетающие в небе самолеты. Здесь нет никакой сигнализации для катеров. Вот на этой площадке далеко видать нас, и как только здесь накапливаются пассажиры, капитан нашего корабля это видит и причаливает, чтобы забрать очередную порцию туристов. Мы здесь были в начале июня, и народу было немного. Я когда рассматривал другие фотографии этого острова, иногда здесь бывает очень много людей. Или во время каких-то религиозных праздников, или, например, когда здесь делают обряд венчания или крещения, остров наряжается, его разряжают очень красиво, все в цветах. Если вы будете путешествовать по острову Корфу, то рекомендую посетить эти две церквушки, эти два небольших острова. Вы не пожалеете и прекрасно проведете здесь время.